Советский союз, это был Санкт-Петербург, это была школа ДСААФ, я к тому моменту уже занималась профессионально легкой атлетикой и фехтованием. Нет, надо прыгать дальше. Я любила мушкетеров и любила Чангачкука, это мои любимые герои. Я выросла на этих всех книгах, и для меня это было пега-лошадь. И там, и там лошади, да. Пеги, точно. У мушкетеров таких не посадили. Но все детство, плюс я каждое лето проводила у бабушки в деревне Витебской области. А там всегда были колхозные лошади, за которыми очень хорошо ухаживали. Это сколько тебе было лет, когда ты лошадь увидела в глаза? С рождения. Ну как с рождения, серьезно? Да. У меня мама безумно любит лошадей, она ездила верхом, хотя она никогда не занималась спортом. И мама учитель биологии, и у меня животные вокруг были всегда. То есть ты династический конник? Наверное, да. Вот это, на самом деле, не частая история, что прямо с родителями... Нет, мама не ездит верхом, но мама безумно любит лошадей. И когда я приезжала в деревню, меня сажали на лошадь, да. И в 12 я, честно могу сказать, так нельзя. Но я бегала на колхозные поля, когда вечером лошадей выводили пастись. И каталась на чужой собственности. Нет, Советский Союз не собственность, это все было. Нет, это были колхозные лошади, они жили... У меня была любимая лошадь, я про нее, кстати говоря, в группе даже писала. Это муха. Она была уже списана с работы, потому что она уже была старенькая к тому моменту. Мучила старую колхозную лошадь? Не мучила. Ладно, шучу. Не мучила. Не мучила. А куда это мы? А что это у нас тут? Ты мне расскажешь? Да. Машенька. А, это она зашла просто с улицы. Да, это у нас вот так вот устроены деньники. Привет, Мишель. Привет, Машенька. Это же Мишель, это же я ее снимала. Да, это она самая актриса. Да, та самая с сиреневыми пижамками. Пижамки, помню, помню пижамки. Скажи, я вчера намытая, сегодня вывалилась, да? А я хотела спросить, почему у вас лошадь не гуляет? Да, она может в любую секунду гулять. А можно пройти? Да. Машенька, пойдем. Пойдем, пойдем. Она не хочет гулять. Говорит, ну скажи, я тебе пузик, мне уже говорит. Давай это прикроем, чтобы она гулять не пошла в другую сторону. Манюнь, мы кормить тебя не будем. А у тебя все, получается, деньники с выходом? Да, все абсолютно деньники на конюшне с выходом в падоке. Машенька, ты меня тут не встретишь? Манюнь, Маня. Ладно, я так пройду. И вот мы... Ох ты, господи. Вот это встреча. Каждая лошадь, да, в конюшне. Это была моя мечта. Сделать конюшню с выходом сразу же в падоке. Потому что мы прекрасно знаем о том, что у нас поля долгое на просушках в Санкт-Петербурге. Дай бог, в середине июня встает грунт для того, чтобы лошадей можно было выпускать, пастись. А двигаться все равно, скажи, где-то надо. Выходи. Слушай, ну мы тут сейчас вынуждены, наверное, будем все-таки про лошадь тоже рассказать. Сейчас от твоего детства немного... Маша! А, Маша пошла на разборки. Маша! А что это, она ревнует? Да. Это именно она с тобой вот так вот, да? Или она может... Нет, просто говорит, чешите меня, пожалуйста. Ага. Говорит, я пришла, говорит, чешите меня. Или мы с тобой как? Может быть там у Маши есть какая-то отдельная история? Есть, есть. Маша первая лошадь, которая появилась в племенном составе. Значит, мы правильно нашли сразу. Да. Машин. У нас была история какая? Первый тинкер, который у нас появился, это был еще 18-19 год. Звали его Майкл. Он у нас, к сожалению, через полгода от того момента, как он к нам приехал, пал. А что случилось? Не было? Это тяжелая история, на самом деле. Короче, скажу так. Он умер по вине людей. Мы не смогли его спасти. Не важно, что и когда. Но сам факт того, что я безумно благодарна заводчику, потому что я звонила ей. Для меня это была очень шоковая история. И как для владельца, и как для врача. Потому что я понимала, что мы уже лошадь не спасли, и я усыпила коня. То есть это было тяжелое решение, но за 60 часов борьбы мы проиграли эту борьбу, и коня я усыпила. И я звонила заводчику, рыдала ей в трубку в 3 часа ночи. А заводчик у нас где-то иностранный? Нет, она в Карелии. Это уже российское разведение лошадей. И я ей сказала, что вот так и так, она говорит, у нас есть родная его сестра на год младше. Это была Маша? Это была Маша. Я говорю, ну у меня нет финансов сейчас. Она говорит, ну значит она подождет столько, сколько нужно. Она была очень дорогая или же просто... На тот момент у нас финансы... Не рассчитывали мы на покупку, и при том, что... Тут вообще все очень сумбурно. Это какой год? Это 19-й. 19-й год. Мы вообще не рассчитывали, мы не знали, куда ее поставить, что с ней делать и так далее и тому подобное. То есть когда все это произошло... Подожди, но у тебя лошадь пала. Она стояла? Она стояла на постое. Все, поняла. И ты туда не хотела? Нет. Все, я поняла. Нет, туда не хотела. И тем более с кобылами туда нельзя, там одни только жеребцы. И все. И я сказала, все хорошо, мы ее покупаем. И так появилась Маша. И тут же одновременно при этом, она с другой стороны стоит, это появилась у нас пеша с Шаней. То есть мы выбрали. То есть денег не было, ставить было некуда, и тут же появились две лошади. Три. Три. Но ты понимаешь, что есть какой-то логический нестыковка? Расскажите. Как вообще такое получается? Все очень просто. Мы сделали проще. Купили трех лошадей. Одна из них была еще в Карелии стояла, две лошади стояли на постое в Москве. И мы понимали, что нам надо куда-то их поставить. И было принято решение, что Игорь, это мой супруг, он поддерживает все мои бредовые идеи. Я сказала, что если у нас один конь пал, а у нас еще на тот момент уже был мини-шетик. Потому что мы к Майклу покупали мини-шетиков друзья. Тоже на постой. Да, и он тоже был на постой. Он был на третьем постой уже в том момент, потому что мы забрали с того места, где пал Майкл, поставили к друзьям на постой миника. То есть четыре уже лошади. В смысле о том, что пора от постоя как-то переходить к своему в девятнадцатом же году? В девятнадцатом. Очень быстро. Но мы не ищем легких путей. Мы решили, что делать никогда не надо. С друзьями, что мы сделаем свою ферму племенную. Тинкеров. Не только тинкеров, но и коров. С друзьями. Да. Этого делать нельзя. Ну, понятно. Поэтому мы... Дружба дружбой. Дружба дружбой, да. А все остальное... А деньги врос. Да, Маш, нет. И мы взяли в ипотеку ферму и дом в Новгородской области. Так. Там у нас были коровы, там у нас были куры, там у нас начали приезжать наши лошади, мы начали всех собирать. И одновременно при этом, пока мы занимались так... Короче, через полгода наши друзья сказали, что они устали, им все это надоело, они уезжают. Маш, нет, нет, иди гуляй, иди. А что она? А что ты этот мне... Нет. Она ждет, чтобы чесали, работали, еще чего-нибудь делали, потому что она привыкла. Потому что ты завела лошадь и не чешешь. Иди сюда, иди сюда, иди сюда, давай, где твоя эрогенная зона? Я, говорит, накупила себе тинкеров и не чешу их. И не чешу. Вот, говорит, давай, чеши меня. Все хорошо. И чего, друзья? Через полгода они сказали, что мы уезжаем, уехали. Благополучно собравшись через неделю, мы остались с коровами, лошадьми, курами. И у нас к тому моменту уже появилась Наташа Киселева. Это наш один из первых тренеров-бюрейтеров, которая вместе с нами помогала нам всем. Коров нам пришлось всех быстро продать. Но я честно скажу, что мы молочных коров продали именно в молочное хозяйство. То есть у меня было огромное количество желающих их купить на забое, и я сказала, что категорически нет. И мы быстро очень их продали, остались у нас коровы. А коровы были для друзей? Или ты тоже хотела? Нет, у нас было вообще налажено, у нас был сбыт молока. Подруга у меня варила сыры. И у нас налажен был сбыт молока, сыра, масла, яиц, курей, мясо-бройлеров. У нас все это покупали, и все это было уже к тому моменту налажено. Ну что ж ты их продала-то все? Коров? Ну потому что вдвоем с мужем мы не могли бы просто это сделать. Учитывая то, что мы жили на два дома. У нас дочка ходила в школу в Новгородской области, а клиника-то работает в Питере. И я по два-три раза в неделю ездила в Питер на работу. А это так ни много ни мало, 220 километров в одну сторону. Поэтому это было достаточно тяжело. И тогда мы приняли решение, что нужно искать землю здесь, рядом с домом. Это было очень весело, как мы нашли этот участок. В сентябре, под проливным дождем, я ездила по Ленинградской области, у меня был выходной. Смотрела участки, приезжаю на один, смотрю лес. Звоню агентам, они говорят, так там же поле, 6 гектар. Я говорю, так там лес. Они говорят, ну-ка что, вырубите, и будет вам хозяйство. И под дождем приехала, посмотрела здесь, и было принято решение, что мы покупаем этот участок. Этот лес. Вот этот лес, да. Этот лес, который был здесь. Он был не очень большим, но одновременно при этом именно этот лес. Просто этот лес находился в 7 минутах езды от нашего дома. А, у тебя тут дом прямо рядом? Да. Все понятно. В соседнем поселке. Отлично. Как в поселке? В городе, в соседнем городе, во Всевышске. Да, Маню? А, ты городской житель, я думаю. Нет, я во Всевышске живу. Это пригород Петербурга. Нет. Я знаю, что ты на нее смотришь. Нет. Да что ты к ней ревнуешь, что? Мань? Нет. Так, хорошо. Вот она первая лошадь нашего хозяйства уже прям. Да. Хозяйство. В прошлом году Маша стала... Она была же ребенком тогда. Сколько ей было? Ей был годик, когда мы ее... А, кстати, а мы можем сказать, сколько она стоила? Я думаю, что не надо. Не надо, так не надо. Хорошо. Я буду задавать много вопросов. Хорошо. Если тебе не надо на них отвечать, ты просто говоришь. Я не буду... Про нее не буду говорить. Про тех, которые из-за границы привезены, скажу. Хорошо. Так, она была жеребенком, а стала она уже мамочистой? Да. Она в прошлом году родила прекрасную дочку. И дочка от нее уехала в Нижний Новгород, в отличное общее хозяйство. И там просто... Я очень рада, на самом деле. Я очень рада за хозяйку, очень рада за ее дочь. Дочь получилась в небесной красоты. Маша, что ты уши? Серебристая, вороная, одна из редкой масти, которая... А кто папа? Золотце наше. Поэтому вроде бы и Маша Табиана, но одновременно при этом получилась солидная масть. Маша, ну что за ревна? Они две жеребы. Им рожать примерно в одно и то же время. Тоже золотце будет папа? Или нет? Она от золотца, а зилфи от... Ой, господи ты боже мой, от чубарова жеребца. Твоего? Нет, у меня чубарова нет. А у нас есть чубары и тинкеры? У нас есть. У наших друзей в запретном лесу. А-а-а-а. Ага. Не видела еще ни разу. Интересно, интересно. Есть. Да, поэтому очень интересно. Зилфия приехала в прошлом году у нас из Франции. Француженка? Француженка. Француженка. Слушай, а она какой масть? Она серебристовранная. Она серебристовранная. А что там может быть с чубаром? Серебристовранная. Вот мы очень интересно нам, что у нас получится. Потому что она... Все что угодно, да? Да, носитель гена Сильвер. А что получится, скажи, у нас от чубарова жеребца, еще не понятно. Ну, будем смотреть, скажи. Слушай, они у тебя невысокие все. Я вот сколько смотрела на тинкеров, которых привозят, мне показалось, что ты прям к каким-то малышам имеешь такую... Нет. Нет? Маша, она выглядит вполне себе. Она больше ста пятидесяти. А Зилфи сто тридцать восемь. Такие реснички. Я скажу сто тридцать восемь. Маша-то еще растет. Ну, слушай, ты сказала, что расскажешь импортные сколько стоят. Давай. Скажу. Вместе... Сейчас очень дорогая доставка. Поэтому вместе с доставкой это далеко за миллион. Я бы даже сказала еще больше. Но без доставки вот там вот. Например, я живу во Франции и покупаю себе во Франции тинкеров. Если я во Франции покупаю, в зависимости, опять же, от уровня лошади. Это может быть лошадь от двух тысяч евро заканчивая пятьдесят. Вот серебристо-вороная Зилфи. Эту лошадь, ее вообще не продавали. Она не продавалась. Тебе ее подарили? Нет, она мне ее не подарили. Я смотрела лошадь. Это лошадь из племенного состава одного из хозяйств Франции и Голландии. Просто, наверное, пообщавшись с владельцем этого хозяйства, она мне ее продала. Почем? Не скажу. Вот только что сказала, скажу. Далеко за миллионы. Усики. Вот они усики. Все тинкеры стоят далеко за миллионы. Все. Миллионы чего? Рублей. Ну, чего нам рубли, если мы их везем из Европы. Хорошо. Я же говорю, что средняя цена тинкеров в Европе от двух тысяч до пятидесяти тысяч евро. Знаешь, почему я до тебя так докапываюсь? Потому что я была в конном походе по Франции. Мы все ездили на тинкеры. И они нам говорили, это такие дорогие лошади. Такие дорогие лошади. А мы впервые эту диковинку видели. Сейчас они продают лошадей за границу в среднем 20-30 тысяч евро. Вот, дай да расскажу. Мы такие, ну сколько же они стоят? Ну, от двух тысяч евро. И мы так стали смеяться. Потому что, ну на минуточку, две тысячи евро для нас тогдашних. Это была такая ерунда. А они говорили, это так дорого. Так дорого. А я объясню, почему. Потому что для них средняя цена лошади, это где-то в районе 500-700 евро. А когда речь идет о лошади, две-три тысячи евро. Это уже дорого. Это для них дорого. Они умеют считать каждую копейку. Это правда дорого. У нас сейчас на данный момент, ну мы говорим о том, что да, это роскошь. Понятное дело, доставка дороже цены лошади. Дороже. Но те лошади, которые мне хотелось бы дополнительно в хозяйство, их цена в Европе 20-30 тысяч евро. А что с ними такое, прям что аж на порядок выше? Масти. Масти. Это что за масти? Вот, серебристо-вороная масти. Сабина определенная. Плюс буланы, плюс рост. Потому что мы не забываем, что у тинкеров, да, действительно очень часто, чем выше рост, тем менее густые щетки, гривы, хвосты. Это правда. Это так и есть. А, серьезно? Серьезно. Есть мини тинкеры, которые по росту чем ниже, тем они могут быть более одетыми. А тебе какие все-таки нужны? Маленькие и щеткастые или высокие? Опять. Не вижу у тебя высоких. Есть. Покажи. Тинкеры. Есть. Базди.